Итак, самый добрый день. Сегодня у нас 26 апреля 2017 год. Поехали. Поехали. Мне надо поехать заказать мои таблеточки, которые я пью. Гормон счастья заказать. Вырабатывается слишком много гормона счастья, мне его немножко понижают. Левотероксин называется. Левотероксин. Так, поехали. Поехали. Рядом Walmart. Сейчас закажу и поехали дальше. Итак. Мона, 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 мона. Можно проехать. Не в ту сторону. Ай, вот я чукча. Вот я чукча. Вот я чукча. Вот я чукча. Сурри. Сурри. Я создала маленькую проблемку. Сурри. Сурри, сурри, сурри. Чего это я не туда повернула под ним? Пора это. Пора это. Почему я думала, что он там? Там, правда, еще один есть. А мне надо в новый. Я все время забываю, что тут новый открыли. Но ничего страшного. Меня за это простят. Конечно, если бы было движение, я бы так не развернулась. Мне пришлось бы свернуть в ближайшее комьюнити и там развернуться. Случается, случается, каррифорд, каррифорд, некс сигнал. Сегодня 2.37 бензин. Я вчера заправлялась за 2.41 на Сэмс Клабе. Давайте я поеду. Давайте, давайте, давайте. Итак, настроение просто, как всегда, зашкаливает. Настроение просто замечательно. Боже, как я вчера занималась в этом, в лайфитнесе. Боже, какая красота. Каждая мышца тела задышала по-новому. Давненько я. Я приостановила свое членство в этом клубе, потому что, ну, понятно, у меня ребенок родился и прочее, прочее. Мне просто было некогда. Думаю, что я буду зря выбрасывать 40 долларов в месяц. Я приостановила на несколько месяцев. Они, давай меня, лайфитнес, давай меня забрасывать письмами, специальными офферами. Мне один раз предложили за 20 долларов в месяц, ну, только один, только один этот зал. Я, конечно, тогда отказалась, потому что я даже бесплатно в них ходила. Ну, сейчас все, я созрела, все нормально. У меня теперь достаточно времени появилось тем, чтобы ходить в тренажерный зал. Все, начинаю качаться, начинаю себя приводить в порядок, начинаю заниматься. Я только пробежки делала и ходила по вечерам. Все, как я рассказывала уже. Так, давай, 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 давай. Нет, я не успею, не успею. Ну, давайте, давайте, я проеду. Давай так, много машин, нет, я не успею. Вот сейчас я могу, сейчас я могу, сейчас я могу, 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 могу. Вот так вот, вот какая молодец, вот я какая молодец. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Так, а тут у нас бензин 2,35 на Волмарте. Хорошие всегда такие цены здесь на бензинчик. Так что, вчера меня Сэмсклаб поймел. 6 центов больше заплатила за один галлон. Собственно, и большие деньги, но все равно. Вот недавно открылся у нас этот маленький Волмарт. Вообще, Волмарты, они громадные. А вот Нейборхуд называется, Волмарт, Нейборхуд. Они такие маленькие. Тут в основном продукты. Хотя Волмарты обычные, там, вот Нейборхуд Маркет. Хотя Волмарты обычно, они очень громадные, там можно купить все. Еда, холодильники, телевизоры, тряпки, все что угодно. Дяденька, а можешь ты это, дверку свою закрыть? Я бы туда подъехала. Спасибо, дорогой. Спасибо, блин, большое. Опять перед крым. Ладно, я подожду. I'm patient. I'm patient. Это я, можно сказать, как пациент, и можно сказать, что я терпеливая. Все, пошли. И вот на входе в Волмарт цветочки меня встречают. Пошли. Симсим от Кройса называется. Пошли. Пикап сервис. И там дальше фармаси. Фармаси, понятное дело, это аптека. Пошли в аптеку. Я надеюсь, что мне дадут мои лекарства. Тут можно арендовать DVD, посмотреть последние фильмы. Happy to help. Счастливых помочь. Реструмс, опять же. Туалеты чистые. Вообще, удивительно отсутствие запахов. Как будто бы туда вообще никто не ходит, в эти туалеты. Обилие туалетной бумаги и полотенец бумажных. Все, я заказала себе рефил. Рефил мое лекарство. Мне сказала, ты погуляешь или уедешь? Я говорю, я погуляю. Она говорит, 10-15 минут, все будет готово. Так что я пока похожу по магазину. Трудно ходить по магазину, когда тебе вообще ничего не нужно. Холодильник забит, все есть, абсолютно все есть. Ну, похожу, посмотрим, уже что-то новенькое вижу. Чего раньше не видела. Одет для собак. Для собак, для кошек, для животных. Везде беззараживающие мокрые салфетки. По всему магазину. И на входе обязательно, само собой разумеется. Людей практически нет. Вот так всегда магазины полупустые, потому что их очень-очень много. Громадная, громадная, громадная. Хожу возле холодильников, аж замерзла. От них таким холодом. Ну, понятное дело. Открытые холодильники. Надо идти подальше куда-нибудь. Вот нафиг так замерзнуть. В сумке холодильники. Это так, водички с собой взять, чтобы в машине, потому что в машине всегда жарко, горячо, чтобы не нагрелось сильно. Ну, маленькие очень. Маленькие очень. Мне надо что-то побольше. Вот клубничка, целиком прямо клубничка отборная. В воде с сахаром. Там вода и сахар. Доллар 88 такая гоночка. Это персики. Вот это персики. Это груша. Это мандарины. Вкусняшка, конечно. И всегда магазины очень красиво украшены. Шарики. Вот такие вот весельки всякие. Вот пчелиная пыльца, пожалуйста. Она стоит 8,34. Я когда-то увлекалась этим. Но и сейчас, если честно говоря, уже, наверное, нет. Уже, наверное, нет. Итак, гуляю по магазину. Не прошло даже 10 минут. Мне позвонил уже в Walmart. Причем позвонил электронный голос. Сообщить, что уже все готово. Не конкретная женщина, а электронный голос. Они там на кнопочку нажимают, что готово. И не получаю свою лекарсточку. И еще раз хочу становиться на туалетах. Всегда говорят, вот ты дурочка, там показываешь туалеты. Но я хочу сказать, с чего начинается родина. С туалета. Никого нет. Это специально для инвалидов большая. Кругом стоят цветы. Бумажные полотенца. Посушить руки. Понятное дело. Жидкое мыло. Это для деток. Открывается, чтобы мамочка положила сюда ребеночка. Поменяла ему дайпер. Здесь в инвалидном тоже все свое. Вот для ребеночка, чтобы посидел после мамы. И все это прочее, все это прочее. И вот у любого человека есть насущная проблема справить свою нужду. Поэтому, когда заходишь в эти вонючие туалеты, или вообще отсутствие туалетов туда, в странах СНГ, это, конечно, ужас. То есть я, когда сюда приехала, первым делом я была дико поражена. Просто дико поражена обилию туалетов. Чистоте, красоте, отсутствию каких-либо запахов. Обилию туалетной бумаги, полотенец бумажных. Вкусного мыла для рук, жидкого. Это было нечто, конечно. Я до сих пор на этом всегда акцентирую внимание, потому что это невероятно. Вот если страна успешная, значит, прежде всего, это изобилие туалетов, чистоты, красоты, понятное дело. Наличие в них туалетной бумаги, полотенец. Потому что это главное. Вот тут воду люди наливают. Можно купить айс за 2 доллара. Все, поехали. Уходим, уходим, отползаем холодно в магазине. Все, поехали дальше. Пикап. То есть можно заказать любые продукты и подъехать, чтобы не ходить по магазину. Подъехать и сразу их забрать. Все уже будет упаковано. В отдельном, в ящике, либо где. Поехали. Красавчик мой. Так, радио, пожалуйста, помолчи. Поехали. Мой маркет. А давай, он меня ждет, а я тебе. А что ты меня ждешь? Твое преимущество проезда. Надо было ехать. Красавчик мой. Так, бензин мне не нужен. Я вчера заправила полный бак. Итак, забыла дома документы. Хотела, надо было поехать в одно место, и я забыла дома документы. Мне придется вернуться. Ну, что поделаешь. Вот тут же сразу заправка. Вот там сразу небольшое озеро. Крошечное совсем, даже два их. Фонтаны пока не бьют, скоро будут пить фонтанчики. Итак, пойдем, поехали. Поехали домой. И вот я проезжаю мимо Монако. Вот сейчас будет написано, правой стороны, Монако. И самолет вон пошел садиться. Ниже, 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 ниже. Ах, хорошо. Вещи, 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 вещи. Ах, хорошо. Что-то я голодная какая-то, странно. Всего 12 часов после моего коктейля почему-то я голодная. Странно, я забыла уже эти ощущения. Сейчас быстренько что-то себе мальпусенькое приготовлю. В рот брошу. И поеду дальше по делам. И поеду дальше по делам. Боже, приехала домой. Тут прохладненько. Так хорошо. Я себя не могу из дома выгнать. Просто не могу себя выгнать из дома. Как мне хорошо. Как мне уютно, когда возвращаюсь домой. Надо с собой что-то делать. Я себя просто палками из дома выгоняю. Ехать надо, 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 надо. Надо, надо, надо. Итак, приехала Ти-Джи Макс. Рос. Наверное, в Рос не пойду даже. Пойду в любимый Ти-Джи Макс. Надо маечку купить. И пойду заниматься в тренажерный зал. Здесь на этом месте находится совершенно другой. Еще один тренажерный зал. Сим-сим откроюсь. Сумки мне не надо. Но я всегда хожу просматривать. А вдруг что-то попадется такое, перед чем я не смогу устоять. Но пока такого не встретилось ничего. Пошли смотреть маечки. Тут очень много спортивной, хорошей одежды. Причем шикарной спортивной одежды. Пошли. Куда, 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 куда. Так, где, 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 где. Нет, не здесь, не здесь. Не здесь. Люблю этот магазинчик. Так, вот она. Вот она, спортивная одежечка всякая разная. Мне надо что-то черное. У меня черные штаны. И не хочется мне в разброс ничего такого брать. Ни черного. Вот такой вот можно взять. 17 долларов. Маленькая. Это вообще. Под низ надо что-то одевать. Вот размерчик. Ну, единственное, что мне такой вырез не нравится. Но мне же там в конце концов нижних нам глаза строить. Нет? Сеточка такая сзади немножко. Вот она. 10 долларов. Да, вот такую возьму. Все, отлично. Или вот такую вот взять. Все, вроде будет наружу. Но опять-таки большие, нет. Большие разъемы тут. Даже не могу просто подвесгалтер ходить. Могу, надо померить. Мерю тоже. Мерю штаны на себя. Хорошо. Вот эта фигня вообще. Вырез совершенно идиотский. Тут все совершенно по-идиотскому. В этой майке все пацаны и мои стрележи в новом зале. Это чисто спортивная такая вот. Спортивная штучка. Ну, что же вы так это? Оголяемтесь. Чутенька. Так нельзя. Итак, купила себе маечку другую выбрала. Штанишки купила хорошие. Пошли. Так, что мне надо? Мне, собственно, не туда. Ну, пошли по всему магазину пойдемте. Мне нужна соковыжималка. Шикарный, конечно, магазин. Ага, вот такую штучку я давно-давно смотрела. Вставляешь, крутишь. Ну, и нафиг я все руками делаю. Вот это будет мне валяться что-то дома. Ненужное. Итак, вот они соковыжималки. Чем они хороши, то что они большие. Нет, это не очень. Здесь прям большие, целое яблоко входит. Так, ну, такая цена меня не устраивает. Мне такое дорогущее не надо. Мне надо скромное что-то. 149 тоже не хочу. Нет, не хочу. 349 тем более. Стала я покупать за 150 долларов плюс 6,5% налог эту соковыжималку. Посмотрела на гугле и нашла, что тут в Супер Таргет, что здесь есть за 50 долларов шикарный. С такими большими, как сказать, с большими дырками, что можно яблоко целиком вставлять. Не хочется, если честно, выбрасывать 150 долларов на то, что я могу купить за 50. Экономика должна быть экономной. Пошли искать. Таргет, громадный магазин, как всегда. Я назову красный магазин. Все красное здесь. Просто как будто под меня строили. Но я сюда очень редко захожу. Очень-очень редко. Так, он сказал косметическое фармаси. Севес фармаси даже здесь есть? Нет, не поняла. Как это понять? Так, где-то должны быть китчен апплайнс. Сейчас пойдем смотреть. Где тут китчен? А, Севес фармаси, это просто аптек, прям магазин Севес. По всей видимости, Севес и Таргет это одна и та же, одно и то же имя. Я просто об этом даже не знала. Да, 100% Севес фармаси, это отдельные магазины кругом. Видно, Таргет, тот же самый собственник. Пошли. Пошли. Так, вообще никого нет. Тут вообще в магазинах всегда пустота. Крайне редко. Где-то вот есть только у нас в Флориде домов, которые все постоянно заполнены. А все остальные магазины, так идешь-идешь, ау, люди, где-то. Так, ага, вот я нашла. Так, 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 где-то должна быть машина для сока. Вот она, Хамилтон Бич. Вот она, Биг Маус. Большой рот. Ну, имеется, большая штука вставляется. Вот такую я сейчас и куплю. Или эту куплю. Вот она вот так вот смотрится. Хорошенькая. Замечательно. Еще один LA Fitness. 7 миль от моего дома. Но ехать буквально ничего. И вот эти все окна, это бассейн. Мы шли. Пошли. Тут 77 не открывается. Тут надо приложить усилия, чтобы отцепить дверь. Аквааэробика идет. И все эти классы бесплатные. Все входят в стоимость. Абсолютно все классы. Тут их не знаю сколько. Вот джапузи опять же. И вот я говорила, вот эти вот двери открыт. Это там играть в бадминтон, не в бадминтон, а в большой теннис. Все. Вот опять сидит. И баскетбольная площадка. Все, попытки переодеваться. Спасибо. Плавать сейчас не пойду. Я на кровавую руку никогда не хожу. Это для пенсионеров, кто не уйдет. Я пошла заниматься. Опять же туалетик всегда везде. И вот такие вот накидочки. Хоть одну, хоть десять накидочек бросать. Опять как всегда бумага. Вот здесь. Десять кабинок туалета. Пока классов нет, можно заниматься чем хочешь. Хоть отжимайся, хоть мяч играй. И что самое интересное, здесь есть вот такие лестницы. То есть не во всех залах есть вот эти лестницы. Когда вам нужны, мне, например, нужны были лестницы, вот так забираешься в город. Вот это вот специальная комната для игры в большой теннис. То есть я сюда захожу, беру и давай играть со стенкой. Замечательная. Тоже не во всех клубах есть. Есть, есть, на колониях есть. Ну, будем говорить, в трех из пяти есть. Вот их много. Раз, два, три, четыре. Четыре комнаты такие. Итак, идем на ноги. Идем на ноги. Не могу понять, что-то в чем дело. А я не там беру. Вчера брала в 100-70, сейчас возьму в 90. Пошли. Пошли. Пошли, много, много. Опа, калиночки мои, калиночки. Опа, калиночки мои. Обязательно висит дефибриллятор. Заряженный, полностью заряженный. И оксиджен, так, это кислород. Это детская комната. Деток оставлять. Мамочка сможет прийти заниматься, или папочка с ребенком. 10 долларов в месяц дороже будет, больше будет. Вот вся торговая проза, как на ладони. Но никак она была, кусочек, почти никого не осталось. Вот это вот кресло здесь, и в джакузи. Это чтобы инвалиды, кто не умеет, сами двигаться лужками, ходить, сами себя могли бы допустить и поднять. Я занималась. Легко красное. Напоследок, я покажу, это Waterford Lake. Я вчера была на Golden Road. И вот тут свои классы, свое расписание, и все это прочее. Все, пошли домой. Goodbye, goodbye, goodbye. 8 часов. А улица красивая. Алафитнес. Встречай. А улица красивая. А тепленькая. Боже, какая сказонька. Ой, как я наплавалась хорошо. Полчаса плавала. Посидела в сауне минут 15, наверное, 20. Полежала. Ой, какая сказка. С чувством выполненного долга пошли домой. Поехали. Сейчас сварю себе холодец из ритки. Поваляюсь, почитаю комментарии. А, нет, я подойду сейчас еще гулять. Мне еще надо 4 километра сегодня пробежаться. Ну, это займет где-то около 20 минут. 25, может быть. В обществе. Вот он, LA Fitness. Поже, как я его люблю. А там потрясающий закат. На душе. Кайфуша. Три кайфуша. Все, поехали. Наматала лицо кремом. Жирным-жирным слоем крема. Руки намазала кремом. Ноги намазала кремом. Что из-за... Что из-за под одеждой выглядывает? Все намазала. Что под одеждой не намазала. Давай, дяденька. Давай, давай, давай. Все, до свидания. Завтра я сюда приеду. Завтра, наверное, пойду на колонию. Там другой. Ой, сейчас заеду все-таки. Я не купила себе соковыжималку, потому что я нашла на Амазоне за 36 долларов прекрасная соковыжималка. Завтра доставка. Если я сейчас найду в Best Buy, то я посмотрела, что в Best Buy тоже есть. Значит, я куплю ее в Best Buy. Так как солнце отсвечивает. Ашли, фур, ничего. Вот это магазин с... Когда заходишь, как в музей. Просто музей. Чего только там. Чего только. Все, все ушли с под ног. Все ушли. Вон как переливается. Какой красивый дяденька сидит. Так что, вкус, да? Массаж Энви. Я когда-то была записана, но я перестала туда ходить, потому что там надо назначать аппоинт. Для меня вот это назначать время посещения, это хуже нет. У меня потом был весь день разурованный. Я так уставала от этого. Я, получается, назначила на 12 часов через 3 дня. А через 3 дня мне надо куда-то поехать. Или еще что-то, или еще что-то. И у меня не получалось вообще. Я думаю, пошли. А, кстати, массаж совсем дешевый. По-моему, 39 долларов в чат. Ну. Я приходила, говорю, а можно просто прийти вот без всякой записи? Я даже могу час-полтора подождать. Нет, нельзя, надо записываться. Ну, пошли вы тогда в таком случае. 300 лет вы мне упали. Правильно? Девочка, иди, мы хорошо. Улыбнуться. Что-то какая-то невеселая. Так, сейчас вот как уплешь, то тормози. Так и я сейчас как уплешь, так и заторможу. Зачем мне вот этот вот, зачем мне этот столб нужен? Сказочное небо просто. Все, ладно, пошли. Все это хорошо? Пошли мы на такую зарю. Там я тут мексиканский залил. Пошли, Сим-Сим, откройся. Без-Бай любимый. Я просто люблю сюда просто прийти и походить. Даже ничего, как бы, когда мне даже ничего совершенно не надо. Ну, а коль мне сейчас нужна соковыжималка, понятное дело, у меня втройне мне сюда хочется. Сим-Сим, открывайся. И ты, Сим-Сим, открывайся. Так, машинки мне не нужны, слава богу. Холодильники мне тоже, слава богу, не нужны. Пошли. Вот такой холодильник стоит 2,799. Его можно купить в рассрочку, платить за него год или два, даже три. А то и все пять. Так, 149-149 мне такой не нужен. А есть у вас подешевле, извините. Нет? Извините, мне такой не надо, придется заказывать на Амазон. Какая-то фигня делает фон, делает пенку. Нету. Надурили меня. Нет у них такого. Только без перламутровых пуговиц. Я говорю, ну ладно, будем искать. Сейчас закажу через Амазон и все. И проблем нет. Завтра, послезавтра. Пошла за соковыжималкой и купила себе вот такой наручник. Потому что я была сегодня в тренажерном зале. И вчера было мне так неудобно с этим телефоном. А так на руку прицепила и бегай. 31 доллар. С ума сойти, за что? Я говорю, за что? И я пойду посмотрю, если я найду на Амазоне дешевле. Я куплю дешевле и этот сдам. 31 доллар. С ума сойти. 32. Как классно, что можно всегда прийти и все абсолютно сдать. Супер. Это просто супер. Покупайся, не бойся. Абсолютно. Все. Музычка, выключайся, пожалуйста. Я понимаю, так можно потише сделать кондиционер, потому что уже не так жарко. Фары включаем, потому что я иногда еду. Могу ехать вечером и не включить фары. У меня такое бывает. Было, во всяком случае, один раз. И что это было, и кто это знает, и почему это вообще было. Так, всегда очень аккуратно выезжаю, чтобы, не дай бог, это торговая плазма, может кто-то откуда-то выскочить. Машина высокая, кого-то могу не заметить. Не дай бог. Давай, 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 нажимай, давай. Давай. Так, хорош. Поехали, поехали, поехали. Так, спасибо. Best Buy. У них только лишь были за 149 долларов соковыжималки. Мы люди не гордые. Нам, банды, вообще никак не выжить сок. В неделю два раза. Конечно, сразу глаза горят, что-то такое, ну что-то такое. Думаешь, ну раз цена, значит там что-то экстраординарное. Ничего там такого нет экстраординарного. Я даже сейчас немножко жалею, что я выбросила свою старую соковыжималку. Она у меня работала, ну какая-то уже была неприглядная. Так что, ну с другой стороны. И слава богу, куплю новую более современную. Копейки все равно стою на 50 долларов. Так, все, поехали домой. Вот она моя торговая платочка, вся освещенная огнями. Вот мой любимый ресторан Red Lobster. Тут у меня книжный магазин сейчас будет. Вон он, Барнсон Нобел. Ой, как я люблю этот книжный магазин. Пойди что ли сейчас? Нет, уже 8. Нет, уже 8.20. Нет, не пойду. Уже не пойду. Вон фонтан с подсветкой. Со светкой. Фонтан со светкой. Ой, какая красота. Божечки мои. Ну что вы, пацаны, давайте едем. Куда мы? Калифорния пицца китчен. Что-то я немножко есть захотела. Я сегодня съела. Больше, чем достаточно. Мало, конечно, очень, но больше, чем достаточно. Сейчас приду съем. У меня майонез есть. Я сварила рыбку на холодец. Я сейчас майонез с рыбкой и с луком. Ах, как вкусно. А рыба совсем не жирная. Давайте я поеду. Давайте мой черный. Ай, как красиво. Просто как красиво. Вау, вау, вау. Светомузыкальные фонтаны. Ну, понятное дело, что они не светомузыкальные. Это так я как бы при этом. И вот с этой стороны громадная торговая плата. И вот с той стороны. Вот сколько видно. Вот сколько видно. Поэтому так можно на день приехать и затеряться здесь. И рестораны, и библиотека, и книжный магазин, и кинотеатр, и все, что угодно. Даже иногда приводят аттракционы для детей. Из-за дурной головы, говорят, ногам поклонить. Сегодня была в Walmart, а только в другом. В доме, ближе к дому. И забыла купить лук. Брала лекарство, лук забыла. Но вот пришлось мне еще раз остановиться, еще раз припарковаться. 88 леч. Наверное, я возьму. Почему-то я вообще их не особо люблю. Такие вот зеленые. Ну, парочку штук сейчас возьму. Вот такие спеленькие-спеленькие. Я люблю желтые такие маленькие, медовые. Так, сейчас куплю лук и так люблю. Кстати, тут почти даром. 58 центов. Одна стоит. Ну, я уже набралась. Да. И под домом стоит вот такая вот большая посылка. Опять пришла Дугласу. Опять из госпиталя, по всей видимости. По видимости, опять же, вот эти все его прибамбасы, которыми у него давно уже все прошло. Наверное, бинтов снова прислали. Всякая ерунда. Ну, вообще, люди просто-просто... What do you think it's there? I have absolutely no idea. Here, here, here. Ой, кино нет. У него давно все прошло. Ему все еще присылают эти перевязки. Ну, куда же одному человеку столько перевязок? Это же двинулся моргами. Оно же тяжелое такое заранее. Вот куда столько? Ну, вот зачем вы столько шлюте, ребята? Again the same. Look at this. У него же уже все давно прошло. Ну, куда вот вы шлюте? Скажите, пожалуйста, вот это что такое вообще? Вот это что такое? Обалдеть. Обалдеть. Дрессинг опять, дрессинг, дрессинг. Обалдеть. Опять вот этих сколько прислали. Вот эти вот штучки. С ума сойти. Обалдеть. А тут что? А тут, наверное, золото-бриллианты. Look at this. What about that? I don't know what the hell it is. Обалдеть. Ну, зачем? У него рука давно прошла. Вот штук 50, наверное, здесь. А рука давно прошла. Короче, дурдум. По-другому не скажешь. Ромашка.